Всем привет! Сегодня мы поговорим о теме грудного вскармливания. Это, наверное, одна из самых животрепещущих тем среди мамочек, которая вызывает немало споров. И сегодня мы поговорим о том, как понять, хватает ли ребенку молока, бывают ли немолочные женщины, нужно ли как-то готовиться к ГВ при беременности. На эти и другие вопросы сегодня ответит консультант по грудному вскармливанию Надежда Салимова. Здравствуйте! Здравствуйте! Очень приятно, что вы пригласили. Прежде чем мы начнем, я хочу попросить наших зрителей подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Надежда, скажите, пожалуйста, нужно ли как-то готовиться к грудному вскармливанию при беременности? Да, это такой вопрос, который мы достаточно часто встречаем, когда проводим лекции для беременных женщин в женских консультациях, либо в роддомах, либо сами женщины к нам приходят и хотят что-то узнать об этом до того момента, как у них появится малыш. Огромное количество мифов по этому поводу существует и я могу только какие-то самые распространенные назвать. Например, некоторые женщины считают, что нужно как-то подготовить именно соски, чтобы им не было больно при прикладывании, когда появится малыш. И иногда они их пытаются чем-то натереть, используют какие-то крема, либо какие-то специальные вкладыши в бюстгальтер для того, чтобы их сосок, грубо говоря, превратился в пятку, чтобы не было больно в дальнейшем при прикладывании. Но, конечно же, все это дело работает не так, ваша грудь готовится к кормлению, когда вы еще находитесь в беременном состоянии. И самое главное, на что следует обратить внимание, когда женщина ожидает ребенка, это, конечно же, на информацию о грудном скормлении. То есть все, что нужно знать о подготовке к ДВ, это просто быть достаточно информированной по этому вопросу, либо знать, где эту информацию получить, когда малыш уже появится. Хорошо, спасибо. Ну вот смотрите, бывают такие моменты, когда женщина начинает кормить грудью, и появляется боль, могут появиться даже какие-то трещинки. И вроде бы, казалось бы, такой хороший момент сближения с ребенком, он сопровождается адской болью. Реально. И почему такое происходит? И если вы говорите, что не нужно как-то грудь готовить, то есть она сама там как-то готовится, как вот женщине быть, и как это перетерпеть такую боль, и что нужно делать? Да, в подавляющем большинстве дело, конечно же, именно в захвате, в прикладывании, потому что правильное прикладывание, правильный захват – это основа грудного кормления и успех в грудном скармливании в целом. К нам на горячую линию ежедневно поступают звонки, заявки о том, что я родила малыша, и мне больно кормить. У меня тут вроде бы правильное прикладывание, мне вроде бы как бы посмотрели, но все равно мне больно. Вот ключевое здесь слово «вроде», потому что если прикладывание действительно корректное, и с ним все хорошо, то в подавляющем большинстве маме кормить все-таки не больно. И когда мы женщину готовим к грудному кормлению вот на наших лекциях, мы обязательно показываем ей, что такое правильное прикладывание. У нас у всех есть вот такие макеты у всех консультантов, и они рассказывают, мы рассказываем, как приложить малыша, чтобы не было больно. Потому что если малыш возьмет грудь, условно говоря, за сосок вот так, то будет, конечно, больно, и некоторые женщины говорят, что эта боль сопоставима с болью при родах. Поэтому мы, конечно же, учим максимально глубоко давать грудь, чтобы не было никаких травм и, соответственно, никаких трещин и так далее. Да, у какого-то процента женщин может быть незначительная боль, но она не сопоставима с той болью, которая бывает при трещинах, ссадинах, мозолях, насосах и так далее. То есть в подавляющем большинстве случаев дело именно в захвате и именно в прикладывании. Если вы сомневаетесь, правильно ли у вас прикладывание, либо захват, вы можете всегда обратиться к консультанту, покажите, снимите видео, даже фотографий будет достаточно консультанту для того, чтобы оценить и вас сориентировать, в какую сторону вам двигаться в плане прикладывания. Поэтому это поправимо, и кормить без боли после рождения, конечно же, возможно. Сфера, которой мы занимаемся, это именно поддержка материнства. То есть маму мы именно должны не только информационно поддержать, но и психологически. Вот это максимально важно. И, конечно, все консультанты над этим работают всегда. А к консультанту можно решить вообще проблему, обратиться онлайн или нужна живая встреча? Ну вот наша пандемия, конечно же, нас всех перевела на удаленную работу, хотя у нас удаленная работа была и до этого. Естественно, консультанты приезжают очно в тех городах, в которых они есть. Но у нас есть женщины, которые живут не в больших городах, и они к нам обращаются онлайн. Вот уже 14 лет, в принципе, мы помогаем, конечно же, онлайн. Потому что если сравнивать никакую помощь вообще и помощь по онлайн, то онлайн, естественно, гораздо лучше, чем вообще не получить ничего и никак. Но более эффективно, на мой взгляд, в некоторых вопросах это именно очная консультация. Но я не могу сказать, что во всех ситуациях требуется приглашать консультанта на дом. Например, введение припорма, завершение лактации. То есть вот эти вот вопросы мы совершенно спокойно по онлайн регулируем. Но, в принципе, даже и прикладывание тоже с этим. Мы тоже работаем онлайн и достаточно успешно. Хорошо, давайте все же вернемся к теме грудного вскармливания. Скажите, вот как понять, хватает ли молока, наедается ли ребенок? Некоторые женщины считают на каком-то этапе, что молока может быть ребенку недостаточно. Вот здесь консультант очень четко. Ну, конечно же, да, мы выскушаем маму однозначно. И все ее обоснования по этому поводу мы будем принимать во внимание. Но консультант четко для себя должен выделить именно объективный признак того, достаточно ли ребенка молока, либо нет. И этим признаком на сегодняшний день является именно прибавка вес. Потому что иногда мама может позвонить на горячую линию и сказать, что у меня ребенок прибавил полтора килограмма, но ему недостаточно молока. Причем даже не за месяц, а за меньший какой-то период. Потому что он плачет. Вот ребенок плачет в какой-то момент, и я считаю, что молока недостаточно. И я ему, например, даю смесь, и он после этого успокаивается и засыпает. Значит, видимо, дело было в том, что он голоден. В подавляющем большинстве это, конечно же, не так. Ребенок может плакать по разным совершенно причинам. И задача консультанта – вникнуть вот в эту историю мамы и малыш, все внимательно разобрать, выяснить причину, почему ребенок плачет. Потому что он может плакать, да, потому что он голоден. Он может плакать, потому что он захотел пописать. Он может плакать, потому что у него зачесалось левое ушко. У него может быть отказное поведение. И вообще он может плакать, потому что он ребенок. И все это нужно обязательно учитывать. Поэтому объективный показатель, достаточно ли ребенку питания, либо нет, это, конечно же, его прибавка. Вот если прибавка все-таки недостаточно, как это все рассчитывать? Я не буду сейчас подробно останавливаться, потому что это целая подробная будет лекция. Но все это, конечно, мы рассказываем мамам для того, чтобы они могли оценить вот эту прибавку у своего ребенка, насколько она корректная. Вот. И если все-таки молока недостаточно, вот здесь проводится уже целая, большая, огромная работа по тому, как лактацию увеличить. То есть на сегодняшний день это тоже возможно. И, вероятно, раньше, когда не было достаточной информации у женщин, все, что они могли делать, это попить чай с молоком, которые не особо влияют на лактацию. И после этого сразу же там дать смесь. На сегодняшний день есть целый спектр всяких разных мероприятий, которые можно будет провести для того, чтобы лактацию увеличить. Но в первую очередь это, конечно, что? Это захват, это частые опорожнения, это качественные опорожнения. Работаем с этим вопросом, конечно. Но все-таки бывают ли немолочные женщины, вот у которых вот чисто физиологически, ну, нет молока, мало молока? Да, с таким вопросом, конечно же, тоже женщины обращаются. Они даже, причем бывает, не просто обращаются, они прямо в этом уверены, они утверждают, что вот меня мама не кормила, бабушка не кормила, я уже точно знаю, что я кормить не буду. Конечно же, это один из мифов. Мы его с удовольствием всегда развеиваем. И бывает очень часто, что женщина, которая была настроена на то, что у нее нет молока, в конечном итоге, узнав некоторую информацию о грудном вскармливании, она успешно кормит ребенка, а то и не один год, и не одного малыша. Это никаким образом не связано, генетически ничего такого не передается, работает это совершенно не так. Мы не можем знать, почему не кормила мама этой женщины, либо бабушка. Может быть, там были какие-то там грудозаменители, либо она кормила редко, либо по режиму, либо она ограничивала вот эти вот кормления, что могло привести и к отказному поведению, и к снижению лактации. Поэтому нет, это, конечно, не передается. Есть очень небольшой ничтожный процент женщин с патологией, которые действительно не могут кормить, но, как правило, такие женщины встречаются очень-очень-очень редко. И если вы думаете, что вы эта самая женщина, нет, это не так. Обратитесь к консультанту, и, скорее всего, у вас все будет хорошо. А вообще, как часто нужно кормить ребенка? Вот насколько я знаю, раньше врачи говорили, что нужно каждые три часа четкий режим, ночью не кормить. Сейчас у нас все изменилось, сейчас по требованию. Расскажите, вы какой придерживаетесь, каких правил? Как говорят, по требованию каждые три часа. Но это уже не по требованию, если мы ограничиваем какое-то время. Одно из правил успешного грудного вскармливания – это, конечно же, кормление именно по требованию. Некоторые малыши могут кормиться каждые полчаса. Некоторым малышам действительно будет нормально кормиться раз в три часа. То есть на что мы здесь смотрим? Обязательно мы смотрим на прибавку. Если прибавка у малыша корректная, окей, хорошо. Вот этот режим, который есть у вас сейчас, по требованию, который установлен, его можно оставить как есть. Если прибавка некорректная, мы, конечно же, начинаем… Низкая, условно говоря. Мы начинаем количество кормлений, конечно же, увеличивать. И если мама кормит малыша все-таки по требованию, все-таки, то в подавляющем большинстве проблем у нее с прибавками нет. Как только мама начинает переходить на режим кормления раз в три часа, условно говоря, то есть если она еще при этом кормит одной грудью в одно кормление, то, скорее всего, когда она придет на визит к педиатру, цифра на весах ее однозначно не порадует. И, вероятно, ей придется либо вводить до корм, либо обращаться к консультанту что-то делать. Вот чтобы этой ситуации не произошло, конечно же, сейчас во всех роддомах и везде просят кормить именно по требованию, и все педиатры просят это делать. И тем более, конечно же, консультанты тоже этой рекомендации придерживаются. И вот я услышала про то, что одной грудью, да, то есть нужно чередовать грудь в одно кормление? Или все же с одной грудью кормить? Это все зависит от конкретной пары мамы и малыш. Кому-то действительно хватает одной груди в одно кормление. Но это нельзя брать за основу и за правило, что нужно делать именно так. Я бы даже сказала, что это старее исключение. Чаще всего мы используем в кормлении две груди, либо три груди, либо пять грудей. То есть имеется в виду одна, вторая, потом снова первая, третья, четвертая и так далее. Это зависит от емкости людей, это зависит от того, как молоко отделяется, это зависит от темперамента малыша, от его аппетитов. То есть здесь очень много, что влияет на то, какое будет чередование. И когда к нам женщины обращаются с этим вопросом, они спрашивают, а вот я хочу чередование, одно кормление, одна грудь, у меня вот не получается. Да и прекрасно. Не получается, значит, это не ваше совершенно чередование, у вас оно другое. При этом это чередование может поменяться у вас через две недели или даже раньше. То есть на каждом этапе ребенок может кушать с разной интенсивностью, так же, как и взрослый человек. Один раз он поел много, второй раз он поел мало. То есть здесь точно такое же правило. Обязательно нужно смотреть за грудью, как она себя чувствует после кормления. Потому что если не совсем корректное чередование подобрано, это может влиять не только на прибавку малыша, но и на некоторые последствия со стороны мамы. Это может быть застой, лактостаз. Чтобы этого не допустить, обязательно можно себя потрогать. После кормления грудь должна быть мягкая, неболезненная, с ней должно быть все хорошо. То есть чередование, оно может меняться на разных этапах кормления, и оно может отличаться у разных мам. Не нужно ориентироваться на другую маму для того, чтобы сделать у себя такое же чередование, как у нее. Это все. И, как правило, уже на первой консультации с мамой мы ей какой-то темп чередования все-таки задаем. То есть подытожим, что важно, чтобы грудь после кормления, она была такой пустой, скажем так, условно, да, чтобы потом не было никаких трудностей, каких-то там комочков и так далее. Условно. Условно, да. Но это по ощущениям, по крайней мере, да. И чередовать уже, смотреть по конкретному ребенку, да, и по маме. Да, все верно. Но бывает такое, что ребенок там одну грудь поел хорошо, он ее всю максимуму порожнил, а вторую грудь он начал есть, и вот все, он наелся. Соответственно, вот эта вторая грудь, она не будет у вас уже мягкой. Да, следующее кормление лучше начать с нее, особенно если там будет какой-то дискомфорт. По ощущениям. Вот очень важный момент, чтобы женщина к себе присматривалась и к себе прислушивалась. Вот это очень важно. Как только она начнет распознавать вот эти всякие свои физиологические моменты, ей, конечно, будет легче. Надежда, скажите, пожалуйста, нужно ли соблюдать диету при грудном вскармливании? Да, этот вопрос тоже один из самых-самых таких частых. Конечно же, если мы говорим о правильном питании, как, например, о диете, то да, любой человек должен соблюдать такую там диету, да, быть на корректном, правильном питании, не есть там никаких вредностей и так далее. То есть как таковой диеты, да, и понятие диета кормящей мамы, конечно же, мы не встретим. И нет никаких продуктов, которые запрещены абсолютно всем женщинам и абсолютно всех детей вызывают там какую-то одинаковую реакцию. Поэтому здесь все очень индивидуально всегда, и мы просим маму не ограничиваться самостоятельно там как-то выбрав себе вот эту вот диету, особенно там монодиету и так далее. То есть мы, конечно же, просим всегда, чтобы питание было разнообразное, полезное, вкусное и так далее. Потому что ребенок возьмет от мамы все, что ему надо. Так устроена природа, мы не можем никак на это повлиять. А вот то, что остается у мамы, это фактически то, что она ест. Поэтому если мама хочет быть здоровой и счастливой и так далее, то, конечно же, она не должна ограничивать себя в питании. А дальше она смотрит уже на реакцию малыша. Вот какая-то индивидуальная реакция у какой-то определенной мамы на какой-то определенный продукт у ее ребенка может быть. Поэтому она уже будет знать, что мне конкретно вот этот продукт нельзя, а вот зато все остальное мне, конечно же, можно. Вот поэтому еще такой очень важный момент, когда мы проводим онлайн-консультации где-то за границей у женщин, которые живут не в России. И вопрос мы всегда затрагиваем про дед. То есть когда мама приходит на консультацию к специалисту, она не всегда понимает, что она хочет спросить. У нас в России еще есть такое понимание, как маму надо в чем-то ограничить. При этом она получит несколько вот этих вот списков. Один из роддома, один из поликлиники, один от подружек. И все эти списки будут не совпадать. Поэтому мы, конечно, не рекомендуем придерживаться какой-то придуманной вымышленной диеты, а быть просто на балансированном питании и смотреть за реакцией малыша. Если реакции нет, окей, хорошо, этот продукт есть можно. Если реакция есть, то лучше это пока что убрать этот продукт и вести его чуть позже, понаблюдать, посмотреть. Хорошо, спасибо. Я думаю, нашим зрителям будет очень полезен этот эфир и много нужного они для себя возьмут. В общем, я хочу всем сказать счастливо и не забывайте на нас подписываться. Спасибо, всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok